Совещание было посвящено реализации комплексного плана гражданско-патриотического воспитания, который действует с 2007 года среди всех образовательных, культурных, спортивных и других социальных служб Краснокамского района. Одним из первых обсуждаемых вопросов на повестке дня был вопрос организации начала учебного года. В преддверии 1 сентября все школы и детские сады должны быть готовы к приему детей на 100%. С докладом о подготовке выступил начальник отдела образования Краснокамского района Ильдус Хафизов. Традиционно оно начинается у нас задолго до 1 сентября. Как уже было отмечено, проведены косметические ремонты, подготовлены все учреждения образования, как детские сады, так и школы, учреждения дополнительного образования. И поэтому обращаю ваше внимание, что необходимо также уделить особое внимание по обеспечению безопасности проведения данных мероприятий. В конце августа активисты Краснокамского района в составе делегации из 9 человек приняли участие в молодежном гражданском форуме ЕИН молодежи 2023, который прошел в Бурзянском районе. Форум был организован в формате палаточного лагеря с образовательно-культурной программой и собрал более полутора тысяч молодых людей со всей России. На мероприятии принял участие глава Республики Башкортостан Радий Фаридович Хабиров. Он приветствовал участников на открытии форума. Также наградил добровольцем нагрудным знаком волонтера, доброволец Республики Башкортостан, в числе которых у нас стала специалист по работе с молодежью Римма Михайловна Килина. Также на форуме в качестве организатора принимал участие наш специалист по работе с молодежью Новокейновского сельского поселения Инзеля Акалама. Она была куратором площадки, то есть занималась сопровождением участников. Также получила большой опыт по организации именно форумных мероприятий определенных моментов. Глава администрации Краснокамского района Алексей Горбачев отметил важность взаимодействия всех структур в гражданско-патриотическом воспитании молодежи в условиях современных реалий. Только совместно образование, культура, молодежь, спорт, социальные службы, в том числе и коллективы сельскохозяйственных предприятий, ЖКХ и так далее, только вместе мы можем как раз противостоять этой информационной войне, поддержать руководство Республики, страны в целом и сохранить и семьи свои, и нравственность, и здоровье, и подрастающие поколения, которые должны продолжать эти победные традиции, которые были заложены столетия назад. На совещании были приятные моменты. Алексей Александрович отметил значимость работников, ветеранов отдела образования, которые на протяжении многих лет остаются образцом для молодого поколения. Они стояли у истоков тех направлений, которые и сегодня остаются фундаментом для дальнейшего развития. Алексей Горбачёв поблагодарил каждого за многолетний труд и вручил благодарственные письма. Я заходила в долгие годы, проработала руководителем, сфера образования, поздравляем вас! Очень приятно в преддверии нового учебного года, что администрация Краснокамского района собрала всех ветеранов на совещание, посвященное гражданскому патриотическому воспитанию молодого поколения. Я проработала в системе Краснокамского района более 30 лет. Начинала с должности старшей пенервожатой и вплоть до начальника отдела образования. Система гражданского патриотического воспитания была заложена еще в 90-х годах. А конкретно это возглавил Алексей Александрович Горбачёв, Горбачёв, будучи директором Николоберёзской средней школы. Пользуясь случаем, хочу всех педагогов Краснокамского района поздравить с началом, с наступающим новым учебным годом, с Днём Знаний. Всех вам благ, здоровья и успехов! Я начала работу в Николоберёзовской школе. Уже 35 лет работала не только в отделе образования, в системе образования. 25 лет главным инспектором отдела образования. Работала завучем Николоберёзовской школы. И в то время мы, как бы, вот первые праздники за счастью школы занимались непосредственно вот этим гражданско-патриотическим воспитанием. Уже в то время Горбачёв Алексей Александрович приехал молодым специалистом со супругой. И все эти вот его идеи мы воплощали именно непосредственно в школе. В преддверии начала учебного года хочу поздравить всех с началом учебного года, всех педагогов, обучающихся тоже, родителей. И пожелать всем крепкого здоровья и успехов! По словам Алексея Горбачёва, 1 сентября все ветераны образования школ и детских садов не останутся без внимания. Каждый из них будет награждён благодарственными письмами и памятными подарками. После торжественной части совещание было продолжено. Председатель комитета по физической культуре и спорту Рахим Диан Шахуддинов рассказал о подготовке спортивного резерва, а также подвёл итоги финальных соревнований по теннису в зачёт сельских спортивных игр. Приняло участие 26 команд сельских районов и объединённых городов и районов. Наш район в командном переместе занял третье место. В прошлом году мы были пятыми. И впервые в личном переменстве наш мастер спорта Гайфурин Ильяс занял первое место. Хотелось бы огромное спасибо сказать ФОК «Пельками», предприятию «Гидровец», МВД, ЦРБ, отделу культуры, спортивной школе и ПТФ «Родник» за высокую организацию мероприятия. Ещё один спортивный вопрос на повестке дня – реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в 2022 и первом полугодии 2023 года. Альберт Латыпов рассказал присутствующим об успехах сдачи нормативов ГТО в Краснокамском районе. По итогам 2022 года Краснокамский район стал вторым среди 63 муниципалитетов и городских округов Республики Башкортостан. Рейтинг первого и второго квартала остаётся неизменным второе место. В муниципальном центре тестирования прошло более 50 массовых мероприятий, направленных на пропаганду и популяризацию комплекса ГТО. В электронной базе данных ГТО в 2022 году зарегистрировано 1360 человек. Всего зарегистрировано 7401 жителей Краснокамского района. В 2022 году 2903 человека выполнили нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 1751 человек стали обладателями знаков отличия комплекса. В течение лета социальным блоком создавался план взаимодействия всех структур. В реализации этого плана будут задействованы все возрастные группы населения Краснокамского района. Каждый социальный блок будет отвечать за проведение различных мероприятий, которые помогут задать правильное направление в развитии молодёжи и старшего поколения. Продолжение следует...